Ребят, мне кажется, соседи зря говорить не будут. То, что бухают они, так это видно и в этом видеоролике. Потому что и он тёпленький, и она тёпленькая. Когда он трезвый, он более-менее молчаливый. А здесь просто разлетелся на матершинные слова, что просто пришлось Димке всё это дело убирать. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело, обсудим очередной видеоролик. И слушайте, прочитала название и думаю, о, Ленка на работу устроилась, уголь продаёт. Думаю, какая умница. Думаю, а где, интересно, она берёт этот уголь? И где она его продаёт? Тут, оказывается, всё совсем по-другому. В общем, как всегда, у нас перед видеороликом ну, кто-то говорит какое-то слово прям приветственное. Ну, сегодня Игорь, якобы, что ему позвонил Сергей, попросил у него бензопилу, что ему нужно бензопила. Думаю, офигеть за просики. Думаю, уже, чтоб купили, что ли, бензопилу, а не пробовал ли ты-то сам, Серёженька, заработать? Короче, в итоге Чип и Дейл поспешили на помощь, узнать, чё там к чему и чё случилось, что срочно нужна бензопила. Оказывается, у товарищей безработных Серёги и Ленки закончился уголь. Причём он закончился, как по мне, уже давным-давно. И мне кажется, там уже мама Ленина уже давным-давно купила им новый уголь. И они и новый уже, скорее всего, сожгли, спалили. И уже опять им нужен уголь. Что интересно, оба мне показались нетрезвые. Я не скажу, что они прям там готовые, но видно было. Полине я уже вижу сразу, когда она тёпленькая. Ну, а её сынок, как он на неё говорил? Мамка, мам, мамка, представляете? Вот послушайте, когда он передаёт там чё-то веник или чё ей, как он её зовёт в видеоролике. Значит, вот он, когда уже выпивший, он очень сильно матерится. Когда он трезвый, он более-менее корректно говорит и особо таких, знаете, матных слов не слышно. А здесь он и разговорчивый такой прям, и общительный. Обычно это всё не так. В общем, тут, как всегда, Чип и Дейл давайте на телефон Игорь вызванивать, что вот надо заказать уголь. Даже, может быть, сегодня привезут. Даже 500 рублей доставка нипочём. Ну, а чё, добрые люди на донатили. Можно потратить, почему и нет. И тем более, вот выхвалили, что Ленка такая умница. Она всегда поможет, всё везде разгребёт. Вон и Серёга. Причём тут Серёга? То, что он просится помогать, так это не значит, что он что-то делает. Пусть бы у себя делал. Бабло зарабатывал и содержал свою Ленку. А то чё-то им должны помогать. Ну, с какого перепугу им должны помогать два взрослых здоровых человека? Да пойдите вы работать. Почему кто-то должен содержать? Доброе дело. Доброе дело надо делать для тех, кто действительно нуждается. А не на улице выискивать людей с особенностями развития, ходить к тунеядцам, которые не работают, то к одним, кто к вторым, кто к третьим. И всем должны помогать. Причём не мальчики, а команда должна помогать. Присылать посылки, присылать донаты. Они постоянно призывают, чтобы помогали им. Ну, потому что сами они не могут. Вернее, зачем самим? Самим надо свой доход ютубовский в карман положить и не особо тратиться. В общем, заказали тут мигом уголь. Всё. Нытьё сработало. Ленку Дима специально, наверное, увеличил, чтобы можно было рассмотреть её состояние не очень трезвое. Кстати, потом я поняла, к чему название. Потому что Игорь спросил, что однажды, когда приезжали, разговаривали с каким-то там соседом на улице. И тот сосед сказал, что когда мальчики привозят Ленке с серёжкой уголь, они его успешно продают. Что Лена его успешно продаёт. А я-то думаю, каким углём она торгует? Где она на работу устроилась? Вот тебе и дела. И я думаю, всё-таки в этом есть доля правды. Ну, а за что они выпивают? Этот не работает, сидит. Этот тоже. То дочка что-то привезёт, то мама что-то передаст. А деньги вообще откуда они берут? Она говорит, вот гречки на развес купила. За что купила? Где заработала? Вот непонятно. Денег не приносят домой ни один, ни второй. А за чей счёт вы, собственно, живёте? За мамой пенсионерки, которая снабжает продуктами и углём, да столько передаёт, что Ленка аж спину сорвала, так тащила. Это какой же позор, чтобы дочку, которая любит горячительные напитки, больше, чем трудится, снабжала мать пенсионерка. Уму непостижимо. В общем, тут же брань Серёги подоспела. Он начал орать, ругаться, материться, но, видимо, не в сторону Игорька, а в сторону того человека, который якобы нашептал мальчикам о том, что Лена продаёт уголь. И сразу уже пошли такие отговорки, что, а мы чё, сами-то мёрзнуть будем? Ну, так вы же сами говорите, что уголь мама покупает. И раньше же мальчики не покупали, раньше мама покупала. Успешно мама покупала и продукты, и уголь. А Ленка с Серёжкой валялись и смотрели, наверное, сериалы. Ну, тут Лена уже зацепилась, что, вот, вечно соседи знают про меня всё, с утра на работу вечером, с работой дома не бываю, а они знают, всё знают, хоть я не выхожу из дома. Нет, ну, бывает, конечно, такое, что соседи друг на друга там наговаривают, это есть и такие тоже люди, но здесь думаю, что доля правды всё-таки есть. И угольком Ленка приторговывает. Ну, уголь в итоге привезли, его разгрузили, повторюсь, как интересно Серёга называет Ленку. Ну, поди он её моложе, он и говорит на неё мамка. Так что, мама Лена рада, мама Лена счастлива, обняла прям Игорька за уголь, готова всегда помогать и во всём, и сразу доложила. И давай там ещё отчитываться за видеоролик с Серёгой, где она там что-то ему помогала, и по поводу плитки, что плитка не работала, якобы кто-то написал. В общем, она так переживала, видимо, что на неё нагнали, что она плохо убралась. Ну, а комментарии у мальчиков, как всегда, одни положительные. Слушайте, что вы всегда, в любой ситуации, всё равно поможете, вы никогда не откажете. Поклоны, как всегда. И вот я думаю, чем вы думаете, за что вы хвалите, за то, что они не помогают людям, которые нуждаются в помощи, а вот так вот, слушайте, ездят по таким здоровым амбалам, которые работать не хотят, а сидят с протянутой рукой и ждут манны небесной, или помощи от пожилых родителей Лены. Что здесь вы видите хорошего? Ну, что вы здесь увидели? Это, слушайте, уже попахивает пропагандой тунеядства, безработицей, халявы. Вот, как можно всё это назвать и охарактеризовать в двух словах. В общем, ребят, у меня всё. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok